Здравствуйте, дорогие друзья! Я Гамовер, это Бонус, и мы начинаем программу от Винта. Как известно, лето пора отпусков и каникул, но мы продолжаем работать. Да, мы продолжаем работать, несмотря на то, что многие телезрители уже отдыхают, купаются где-нибудь в море или в реке, лежат на пляже, загорают. Хорошо. Ну ладно, Хвайт, мы что-то замечтались. Давайте лучше поговорим о некоторых компьютерных играх. Тем более, что займет это у вас всего минут 10. Первая игра нашей сегодняшней программы, к счастью, никак не связана с темой отпусков. Ну это как сказать? Она называется обсидиан. По-русски это означает обсидиан. Что такое, собственно, обсидиан, нам известно. Это вулканическое стекло. Но вот разобраться с тем, что происходит в игре, оказалось гораздо сложнее. В начале игры ее персонажи Макс и Лайла оказываются в лесу, возле финского местечка Пенисула. Гуляя по лесу, вы должны найти кое-какие вещицы, которые понадобятся вам позже в магическом мире обсидиана. В палатке, принадлежащей парочке, вы найдете компьютер, содержащий самую разную и полезную информацию. Вскоре вы выйдете к скальному монолиту обсидиана и отправитесь в путешествие к иным мирам. Рассказывать новые подробности об этой игре мы будем постепенно, по мере ее прохождения. А пока полюбуйтесь, какие жуки и в каких количествах, оказывается, водятся в нашей Вселенной. Следующая игра нашей сегодняшней программы посвящается извечной мечте человечества летать и стрелять. Она называется приватир. Примерно это переводится как частный собственник. Сегодня мы расскажем вам об игре приватир 2 The Darkening. Она должна понравиться тем, кто в свое время отдал дань увлечения научной фантастики. Я подчеркиваю, именно научной фантастики, а не каким-нибудь там фэнтези. По сути, эта игра представляет из себя кошмический симулятор. Интересно, что ваш герой вправе выбирать линию поведения и самостоятельно ковать свою судьбу. Вы можете стать космическим торговцем, своего рода межзвездным экспортером. Не думаю, впрочем, что многие выберут это амплуа, ибо у каждого в подкорке сидят смутные представления о непомерных, прямо-таки космических налогах, растаможке, НДС и тому подобном. Также вы можете стать бандитом и грабить транспорты и караваны. Согласитесь, что это уже ближе и вполне, так сказать, в духе времени. Если же и это вас не устраивает, вы можете записаться в армию и сражаться в составе большой экскадры. Игра отличается обилием оцифрованного видео. Авторы оцифровали буквально все на свете, что есть и чего нету. Судя по тому, что в последнее время у публики проснулся интерес к обновленным эпопеям «Звездные войны» и «Звездный путь», игра вполне может стать очень популярной. Продолжаем нашу программу. Мы заметили следующую тенденцию. Стоит какому-нибудь кинофильму выйти на экраны, как тут же создается компьютерная игра по мотивам этого фильма. Это нехорошая тенденция. Сейчас мы покажем вам одну из таких игр, которая называется «Элиан». «Чужие». Она сделана по мотивам одноименного фильма «Чужие». «Элиан». Вопросы, сэр? Ты молодок, Кэп, что терпишь меня. Видимо, количество хороших сюжетов во вселенной действительно ограничено, и некоторые из них приходится неоднократно использовать во всех мыслимых художественных искусствах. Или, быть может, авторы игры рассчитывали, что отблеск популярности кинофильма падет и на их продукт. Так или иначе, вы оказываетесь на борту космического корабля «Шеридан», летящего к обдаленной, но очень желанной планете. Вы – это офицер Херриксон, которому предстоит спасти звездолет от гибели. Играть в «Чужих» можно только одним способом – ходить повсюду и везде совать свой нос. Вы также можете беседовать с прочими членами экипажа. Это очень флегматичные люди, которые ни за что первыми не начнут разговор, а, будучи спрошенными о чем-то, отвечают весьма неохотно, а иногда и грубят. С самого начала вы должны понять, что никто, кроме вас, и пальцем не пошевелит для спасения корабля, несмотря на то, что они находятся там же, внутри. Последняя игра нашей сегодняшней программы имеет ярко выраженную загробную окраску. Не пугайтесь, никакой крови и никаких смертей на экране. Для героев этой игры уже все позади. Они на том свете. Игра так и называется – «Автолайф». Жизнь после жизни. Игра, которую вы сейчас увидите, начинается с того, что вы умираете. Называется она «Автолайф», то есть «после жизни». Хотя, если быть точным, начинается она после смерти. Вам предлагается стать, выражаясь современным языком, продюсером или генеральным менеджером, ни много ни мало потустороннего мира, где есть и рай, и ад. Заметим, что первое описание игры датируется 33-м годом нашей эры. От вас зависит, сохранится ли в потустороннем мире баланс сил, добра и зла, и не станет ли на том свете так же тошно, как на этом. Эта игра оказала большое влияние на философов и богословов, которые восприняли ее всерьез и теперь ссылаются на существование ада и рая, как на аксиому. Некоторые из них уже выпустили специальные путеводители с указанием места расположения важнейших объектов, например, ресторанов, на том свете, и продают эти карты больным и плохо чувствующим себя людям. Ну вот и все на сегодня. Все-таки пора в отпуск. Гейм оба. В смысле...